Я Лариса Бузеева Я Лариса Бузеева Спасибо Вы живете в Чехии Да Почему за невестой в Россию приехали? Поэтому друг показал мне вашу передачу А я уже выучился русский язык Когда отдыхал в Крыму Так мне понравилась очень ваша передача Я решил, что приеду и посмотрю и попробую Хотелось бы побывать у него, посмотреть В гостях, да? Съездить ему в гости Гулять там Я его очень плохо понимаю А уже был опыт общения с русской женщиной? Ну, общение, да А женаты были на русской? Нет, она была венгрейка с половиной Ну, у нее равно был венгрейский Ну, конечно, говорила на русском Но я начал учиться русский язык, когда она меня бросила С такой радостью об этом говорите Видать, вы стали более счастливым после развода Ну, более, но так год там протрепел Так что хотел застрелиться Потом на втором году уже только трепел И сейчас уже я расслаблен Но это уже пять лет назад Скажите, а что было плохого в браке? Ну, плохого, в принципе, все было Плохо, только я это не видел Поэтому был молодой Сколько вам было лет, когда вы женились? Ну, когда мы познакомились, мне там было за 25 Вот смотрите, вам 39 лет Я молодой Очень И вы не хотите детей К нам приходят женихи, которым по 102 года И они хотят молодуху и хотят детей А вы, мужчина... Да, они все зомбированы Поэтому, я вам скажу так В принципе, у меня всегда была свободная жизнь Я люблю поспать до 12 Я люблю развлечения, путешествия И хочу просто устроить отношения, где будем жить один для другого У вас есть родители живы? Папа умрал два года назад, и мама живая Мама не говорит, Игоречек Я с мамой говорил на эту тему Она сказала, если бы это было 10 лет назад Ты бы имел первую женщину Я бы это тебе желала Но я сама знаю, что это три дети Лучше иметь дети Будет тебе простая жизнь Он не хочет пока, но я как бы тоже Все это должно идти взаимно Если будет желание, то пока нет Поэтому, мама меня любит, и я хотел бы этим поздравить И поблагодарить за все, что она для меня сделала Ну, дело в том, что вы мужчина, и вы никогда не опоздаете Если ваше мировоззрение, мировосприятие поменяется Вам не поздно и в 60 родить Ну, в принципе, я вам скажу так Когда мне было 15, у меня был список мечт И ребенок там не был Когда мне было 25, у меня опять был список мечт А там опять не был А сегодня уже исполнил много из этих мечт А те, которые остались там опять нет Да, имеете право, это ваша жизнь Не знаю, я живу одним днем Не знаю, что будет дальше Ну, на данный момент времени я точно ребенка не хочу Вы были женаты Да И ваша женщина тоже не хотела детей? Ну, в принципе, не хотела, поэтому никогда не пришла Может быть, я человек не так твердый В плане того, я очень рад помогаю своим близким исполнять их мечты Если пришла бы, я поговорила со мной, что это ее мечта И как бы если отношение было бы чуть-чуть по-другому Как бы на уровне душевной Я бы с этим, может быть, и согласился У вас прекрасный русский язык, кстати Вы правильно говорите Спасибо, спасибо вашей передаче, поэтому не забываю Впечатление-то умного мужчины Да, интеллектуального Вполне Вы узнали, что вам жена изменила Да Ну, если свободное отношение в семье Наверное, это не было для вас трагедией Или была трагедия Ну, не было трагедии, конечно, было неприятно Я узнал это Но вы ведь и встретились с ее любовником зачем-то Что хотели узнать? На него посмотреть? Я хотел узнать, если мне опять врет она Это значит, я садился с ней и сказал Слушай, я узнал, что ты там имела другого и так Сказал, да, это правда Ну, потом я его нашел и сказал ему Слушай, если у тебя красивая женщина Как бы согласилась бы Как бы со мной расслабиться Я бы тоже не был против Я не буду с тобой биться Но хочу тебе помочь Скажи мне просто правду Ты встречался с такой Как? Как долго? Ну, там, взял эти самые вопросы Он не отвечал И я просто понял, что она опять нечестная Я считаю, что такие вещи нельзя прощать Да, измены прощать нельзя, да, конечно Конечно, если изменил один раз, то изменит и второй раз Игорь Но она вышла замуж за этого любовника? Я этим не занимаюсь, поэтому я от города мучился Так что, что посовел И просто не хотелось жить И было очень страшно Первый год очень страшно Я просто не смог ничего Все равно хорошенький Мне он нравится Вот маме нравится Может быть, она не видела перспективы в отношениях ваших? Ну, хорошо Не говорила Вы не хотите детей Ну, что она будет вас заставлять? Или говорить Это моя мечта Зачем? Если она понимает, что вы и ребенка этого любить не будете Он вам нежеланный Может быть, она сейчас имеет ребенка и имеет мужа? Как думаете? А я бы хотел кончить эту тему тем, что скажу спасибо за 8 лет, которые мы прожили вместе Я сделал ошибки, ты сделал ошибки Все уже забыто Все хорошо Желаю удачи Мне поспорить с вами невозможно Потому что жизнь разведет нас в разные стороны Но мне от чего-то видится Что вы, конечно, влюбитесь И у вас будет то, чего вы больше всего боитесь Даже по определению Нормальная человеческая семья И в этой семье у вас будут, конечно, дети И любить вы будете этих детей Или одного ребенка больше жизни И жену Я просто вам желаю Потому что я не хотела детей Бог меня не спросил Я родила двоих Поздравляю Спасибо большое И для меня большего счастья нет Ни карьеры, ничего Большего счастья нет Я просто от счастья плачу Потому что это здорово Я больше вас не уговариваю Поживем, увидим Смысл в том, что мне нужна женщина С которой устроим правильные отношения На правильных фундаментах И как и дом строится Не коротко Надо и отношения устроить Ну, понимаете, семья Если сравнивать Со строительством дома Конечно То дети являются теми самыми яйцами Которые вот так вот кирпичи На фундаменте скрепляют А я бы хотела бы увидеть тот самый дом Причем не один А у вас их два на одном участке У нас фото есть Давай Один технической Супер Ну, нормально Я скромно живу Ничего себе скромно Ну, ремонт могу сказать, что скромный На самом деле там не хватает Очень ярко женской руки Да, только вот остался, наверное, хозяйка Потому что что-то не особо-то уют такая Ой, кошара тоже тут Лупинчик Тоже лупинчик А это вы играете, что ли, на пианино? Да, играю Он будет играть, а Оля петь Стоять, стоять Вот так вот Купянин и петь роман Вот что должно присутствовать в вашей семье В ваших взаимоотношениях с женой? Чем она вас много-много-много лет сможет удержать? И быть вам интересной? Скажу очень просто Когда она закроет на месяц в одной комнате Что нам будет интересно быть вместе? Это значит, лучшая подружка Вы смотрите Чтобы быть со мной в хороших отношениях Ко мне нельзя лезть под кожу Мне нельзя задавать вопросы Я не люблю, когда интересуются мной Когда лезут в мою личную жизнь Чтобы со мной быть в хороших отношениях Меня нельзя вообще ни о чем спрашивать Если захочу, я сама расскажу Со мной нужно быть просто спокойным, как вода И не лезть ко мне вот туда в душ У меня там все изранено И все изрезано, измучено А с другим человеком нужно разговаривать бесконечно И тогда он будет счастлив Для каждого форма счастья очень индивидуальная Вот женщина рядом с вами какая должна быть? Ну, конечно, такая, с которой будет интересный разговор И не только разговор А я знаю, Лариса Интересные впечатления И, конечно, будет подходить в финансовой жизни тоже Это уже немаловажно Женщина нужна в качестве сексуального объекта Чтобы вы ее хотели Это само собой Вот Оль, это же просто секси Ты вообще подходишь ему на все сто процентов Плюс удобство Ну, то есть готовить стирать, забыть Но сколько там Я даже не спрашиваю, сколько квадратных метров Сколько убирать надо Ладно Но, согласна, есть у нас такие женщины А компенсация какая? Ради чего ей молодость отдавать? Компенсация очень простая Я ищу женщину Которой я понравился как человек Если хотел бы покупать красивую куколку И в Чехии столько Что вы бы не верили То есть мы деньжат не увидим ваше Что? Не понял? Ну, мани-мани Конечно, я не человек, который живет в общежитии У меня нормальная жизнь У меня две машины У меня два дома Ну так поделитесь машинами и квадратными метрами Ну, это само собой тоже нормально А если она не будет хотеть с вами общих детей Но у нее уже есть свои А зачем ей это нужно? Раз детей не даете Ну, есть такие женщины Нужна компенсация Я считаю, что все должно быть по-честному Она вам молодость и красоту А вы ей, соответственно, безбедную старость Потому что, знаете, в вашей договоренности Он до сорока доживет И уже будет не такая Морщины Все остальное и так далее И вы уже ее не захотите А ей что делать без денег? Понимаете? Хоть какая-то радость деньг Я тебя, Роза, удивлю Есть очень много женщин Гораздо больше, чем ты думаешь Которые так же, как Игорь Не хотят детей И они видят свое счастье в другом Мало того, они не хотят от мужчины денег Что ты говоришь? Не хотят И они не думают о старости Им в старости не нужен плед, кресло-качалка, телевизор Они что-то сразу спят и умирают Нет, нет, как правило, эти женщины очень рано в жизни состоятся Они образованные, они очень не глупые Им нравится жизнь И они просто, для них тоже не существует таких стереотипов Но они другие Вот этих других женщин очень много И сегодня я постараюсь найти ту самую другую, отличную от меня Которая вас осчастливит А я все-таки попытаюсь Ларису хоть немножко держать, обжать, как говоришь Василиса, что там с картой со звездной? Так ли будет у Игоря, как я думаю? Ты знаешь, я когда готовилась к нашей программе Думала, что земля перенаселена Дети это большая радость И эта радость достается не всем Некоторые выбирают радость в другом Посмотрела известных женщин Которые состоялись, успешны Но детей не имели по разным причинам Опра, тяжеленная судьба Изнасилована собственным отцом Ранней беременности Всевозможные проблемы Да, Жаклин Бесе То же самое Не имела собственных детей Очень хотела И для нее это было большое страдание Хелен Миллер Хиппи В душе, внутри Хотя к старости сказала, что это самое ее большое сожаление Что она делала в молодости аборты Потому что кино, театр Ким Кэтрел Тоже убежденная child-free Камерон Диас Камерон Диас Но это еще не все потеряно Еще все впереди Вот Да, это все очень красивые женщины Некоторые из них состоялись в политике Некоторые из них состоялись в искусстве гениальной Но остались без детей У Ангела Меркель дети есть Нет, у Ангела Меркель нет Нет, у нее нет детей Мерри Матие была замужем за песни Какого из образов вам ближе? Ну это катастрофа Мне просто как бы Смотрю что-то невкусного Некрасивого И даже Камерон Диас? Не мой типаж Удивительно Столько женщин Столько разных судеб И вот ни одна не понравилась Нет А я хочу вам сказать Что с учетом вашего гороскопа Вам больше подошли бы женщины водные Ракель и Скорпион И это как раз Ангела Меркель Это как раз Спасибо Я думаю, что нам нужно искать Не ослепительную красавицу А женщину, которая будет для вас Богата натурой, богата душой Она очень лаская, очень нежная Но именно такого рода женщины Чаще всего хотят детей Они прекрасны как матери Вот это удивительная вещь Где нам такое найти, я не знаю Ну это про нашу Олю вообще Знакомьтесь с первой невестой Удачи вам Проходите Добрый вечер Добрый вечер Сегодня замечательный вечер Я думаю, что он надолго нам запомнится Я тоже думаю Это для вас Спасибо Ольга 29 лет Косметолог-эстетист Увлекается латиноамериканскими танцами Любит петь в караоке И кататься на коньках Предупреждает, что не хочет становиться матерью Мечтает открыть свой салон красоты Ольга приняла решение расстаться с возлюбленным Как только он заговорил с ней о совместных детях Надеется, что Игорь разделяет ее жизненную позицию Здравствуйте, девочки Я так понимаю, что вы торт принесли молодому человеку Да, сама опеку Вывлекаюсь кулинарией Как вы относитесь к кулинарным? Ну, позитивно Я сам и готовлю Сделаю шашлык для всей рецептуры А для моей? Да Какого молодец Помидоры Да, все в миксере из зелени Соль, перец Пожалуйста, передайте черенух Пройдитесь в таком платьице Фигуру сама бережет, а ему тортик подсовывает А ему тортик, да Здесь необычный тортик Здесь есть вишенка с перчинкой Это я Проверим удачу? Да Вот какой выберешь? Ну, вот пусть выберет кусочек какой? Да Вот этот? Да, например Ну, повезло Нет, здесь нет вишенки с перчинкой Значит, я буду покладистой Хорошо А это для тебя Чехия, маленький подарок Спасибо большое Спасибо Олечка, чем вас так страшит роль мамы? Ну, наверное, в какой-то степени я разочаровалась в мужчинах И считаю, что мало кто из мужчин достоин вообще Для того, чтобы ему родить Как-то 29 лет это многовато для разочарования в мужчинах Обычно в мужчинах разочаровываются лет в 16-17 Изображают из себя женщину с прошлым Говорят через губу А в 29 самый такой возраст, когда ты вновь очаровываешься уже А он даже ее не слушает Он тортик кушает и все Я просто смотрю, как вот у подруг отношения складываются И как вообще мужчина относится к детям А может быть, стоит поменять круг общения? Поменять подруг? А не привязывать к тебе? Потому что есть вот такая патологическая тяга Меня до определенного возраста тянуло к подонкам И к подругам, к сволочам и предательницам Я это свое съела с лихвой Я не знаю, это такие у меня были мазохистические чувства Я не знаю, может быть, для моей профессии это нужно было переживать Но для меня было чем хуже, тем лучше Меня тянуло в помойку, понимаете? Но потом я как-то подумала и решила, что жизнь прекрасна, она одна И полностью все поменяла, переехала в другой город Может быть, Иван стоит? Ну, у меня такой круг общения, я не считаю, что какой-то отрицательный А давайте про ваших мужчин, которые вас обжигали Ну, первый мужчина мой меня совсем не обжигал Я прожила счастливую жизнь в течение пяти лет со своим мужчиной И вот он как раз звал вас замуж и хотел учить вас детей? Я очень хотела детей, вот, но я была не готова родить, потому что не нагулялась Скажите, а что для вас значит нагуляться? Это количество постелей согретых с разными мужчинами? А что? Нагуляться что значит? Мне хочется посмотреть мир, путешествовать А в браке это невозможно? А в том браке это было невозможно Вот в том браке это было невозможно Хорошо, вы расстались безболезненно и ничего страшного не произошло И хорошо, что расстались Скажите, а ваш новый избранник не докучал вас вопросами о деторождении? Да, сначала мы с ним тусили, если так можно выразиться Туси дальше, замуж собралась Гуляли, он такой весельчак, я думала, что вот-вот это прямо самое то, что мне надо Конечно, самое то, что надо Денег не зарабатывал, без денег, наркотики, ноги об вас вытирал Ну тут весь самый набор Изначально ты этого не знала После прекрасного мужчины, который звал замуж и хотел детей Это вот как раз самое то А за что же вы его любили? Ну у него на самом деле чувство юмора Красивый парень, такой веселый Интеллектуально в принципе развит И на самом деле только не в нужное русло направляется В интеллект, к сожалению Ну опять же был сластолюбив Потому что не пропускал ни одной юбки Да, меня очень это дело задевает всегда Потому что я не терплю такого невнимания к себе Внимания к другим женщинам Конечно терпели Ну И продолжали любить А вот ваш первый избранник-то Прямо вы его даже из квартиры выгоняли И он не хотел уходить Я не выгоняла Я очень люблю это место Потому что провожу здесь большое количество времени Безумно люблю готовить Особенно выпечку Вот решил ее оформить вот в таких вот ярких цветах Сейчас провожу ко мне в спальню Она после ремонта Сейчас мы находимся у меня в спальне Она после ремонта Решил оформить ее вот в таких вот ярких тонах С учетом того, что у меня произведения Любимые Льюисы Горовались в стране чудес Я поселила у себя в спальне вот такого вот замечательного кота Котиков она любит Класс вообще Ну своеобразный Такой путь Желтые стены Вообще Также считаю себя очень хорошей хозяйкой И он будущий избранник Всегда будет окружен вниманием В заботе А вы бескорыстны? Вот наш жених говорит Любите меня такой, какой я есть Денег не дам Будем Не надо Я тоже Не дам То есть вам я сама заработаю А вам не надо? Нет Абсолютно А жених говорит Это неправда А ты продолжаешь Дуть свое Она давно уже находится в монологе Сама с собой Вот то, что она говорит Видите, то она сама в это верит, Роза Маша, она не слушает, о чем мы говорим Что ты говоришь? У вас есть три бонуса Свидание наедине Скелет в шкафу И семейная традиция Скелет в шкафу О-о-о Как только женщина нравится, все сразу хотят Скелет в шкафу Наверное, мне интересно Боже, боже, боже Ой, это очень много таблеток что-то такое выпадает здесь Что это такое? Что это за таблетки? У меня умерла мама Ну вот От рака Перед этим умер брат От наркотиков Потом мама заболела раком, соответственно, на нервной почве У меня начались жуткие депрессии Началась анорексия Потом началась булимия И, в общем, было три попытки суицида Одна девочка Вот, поэтому Таблетки напрямую здесь Кто сегодня Ваша жилетка? Кто вас успокаивает? Кто в вас вселяет надежду, веру и силы? Или что дает вам силы удержаться? Скорее всего, сама Так же, как сама себя вытащила из этих всех состояний Моя вы, дорогая Будет хорошо Это от отчаяния Это от страха Не бойтесь Ваши дети будут здоровые И вы ничем не заболеете Все, вы уже перешагнули Спасибо А есть сюрприз, который приготовили? Да Покажете? Да Пожалуйста Наверное, так настрадала, что Поэтому и не хочет детей Ну, да Это что-то День рождения мой в апреле Под созвездиям тельца Видно, так меня хотели Что я маму и отца Я красивая, как мама Да посмотрите, посмотрите, все при мне И как папа я упрямо Не сгораю и в огне Мне не нравится Жалко, конечно Почему? Кто знает, кто ему понравится? Мне Бог дал счастливую душу И так хорошо Мне под сны на тельца Другой мне и даром не нужен И так хорошо Мне под сны на тельца Другой мне и даром не нужен Браво Спасибо большое Девочки, забирайте подарки И проходите в свою комнату Ой-ой-ой-ой Как все волнительно произошло Жених мне безумно понравился Это честно Это вот прям вообще Без доли фальши Позитивный Позитивный Очень энергичный Такой прям Улыбчивый По-моему, ты ему тоже Так очень понравился Он прям так сразу Есть такая большая актриса Лариса Удовиченко И она как-то снималась И Машу свою Когда та еще была маленькая Отправила к родственникам в Одессу Маше было лет пять И она ее не видела два месяца И это большой срок И она говорит Я прилетаю в Одессу Мне сказали, что Маня на пляже Она говорит Я потихоньку иду на пляж А Маня лежала на песке И загорала Говорит, увидела меня Как заплачет И на весь пляж Как закричала Мама, а я за тобою Не скучала И заплакала То есть она так по ней скучала Что она уже даже не знала Как ей об этом сказать Понимаете? Эта девочка, Ольга Настолько хочет семью полноценную Она настолько ощущает себя Маленькой Этот детский голос Эта детская песенка Про маму и папу Конечно она хочет семью Но она так это хочет Что она об этом говорит Мне не нужно ничего Мне не нужны дети Мне это не нужно Конечно Ну конечно Бедная маленькая девочка Я абсолютно уверена Что у нее все будет хорошо Абсолютно Может быть даже с вами И будете потом смотреть Эту программу И говорить Какие мы были дураки Может такое быть Роза А кстати не смущает вас Что вот ну Там три попытки Вот скажите что-нибудь не так И Мне ничего не смущает Грех на душу Что если вы какой-то счастливый Понимаешь? У нас у всех тут проблема А он какой-то счастливый Или вы не понимаете Что я говорю Я понимаю У меня нет проблем Поэтому у меня хорошая жизнь Я без проблем Вы знаете у нас как говорят Ну мне она сама не нравится Но вот прям в точку Хотите проблемы Женитесь Да Согласен Василиса Что звезды говорят про Ольгу Я бы хотела дать ей совет свой Есть ее водолейской луной В седьмом доме Во-первых Нельзя останавливаться На гражданском браке Ей нужны действительно Формальные крепкие отношения И она Человек с сильным воздухом В гороскопе Несмотря на то Что она как бы Считает себя тельцом Ей нельзя Только развлекать мужчину И чувствовать Что она вот Должна подарить ему радость Веселье И только развлечение Она такая какая она есть Она способна быть Серьезной Фундаментальной Она способна мужчину Делать постояннее И мужчина ей нужен Такой же Очень спокойный А никто же не научил Сплошной же трагедии Поэтому я и стараюсь Дать рекомендации Что ей нужно выбирать Не тех мужчин Для кого она будет Развлекательная игрушка Или такой веселой девочкой Поскакушкой А именно тех С кем она успокоится И будет Конечно Сама собой Проходите Знакомьтесь со второй невестой АПЛОДИСМЕНТЫ Игорь Здравствуйте Здравствуйте Мне бы хотелось бы Подарить вам Сердечко с желаниями Которое Одно из них Должно у вас Сегодня обязательно Сбыться Пожалуйста Спасибо Ответы для вас Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Яна 26 лет Мастер производственного участка По металлическим дверям Пишет стихи Играет на гитаре И любит готовить мясные блюда Предупреждает Что всегда спит в носках Яна не смогла найти Общий язык с дочерью Своего возлюбленного И предпочла прекратить отношения Надеется Что Игоре Ей не придется делить ни с кем АПЛОДИСМЕНТЫ Хорошо, что Яна пришла сразу с мамой Приятненько Но он как-то не особо в восторге От нее почему-то Мне так кажется Это вам Спасибо большое Видите, как подсластил жених АПЛОДИСМЕНТЫ Естественно Яночка, а чем вам так насолила Дочка бывшего избранника Что не смогли найти с ней общий язык? Ну, дело в том Что она просто говорила всегда Что вот Мама, только мама А сколько ей лет было? Десять Десять лет? Я испугалась Просто испугалась На тот момент серьезных отношений Взять на себя ответственность А в ваши обязанности входило что? Делать с ней уроки Гулять, мыть ее Не знаю, читать стихи Ну, я так как люблю очень заплетать Я всегда хотела ей прически какие-то делать Ну, это у нас была очень большая проблема Им покушать и прическу сделать Еще что? Она как-то старалась очень громко кричать Чтобы это услышали соседи Для меня это было очень... Что вы ей дергаете волосы Да, что я как будто ее избиваю на самом деле А если кормили ее, то что? Она отказывалась категорически кушать мою еду Но потом я интересовалась, что бы ты хотела Готовлю ей то, что она хочет Все равно она категорически отказывается Но все равно Если папа любит свою дочку И привел какую-то малолетку 23 года Естественно, у нее будет ревность жуткая Когда папа был рядом Конечно же, это было все по-другому И папа всегда он защищал Потому что, конечно, это все равно родительская любовь И она сильнее А она, наверное, переживала, что папа ушел от мамы И хотела их снова съединить? Она очень сильно переживала А нельзя было выход найти? Ну, в конце концов, она приезжала к вам только на выходные? Наверное, можно было Но просто я на тот момент была к этому не готова Я просто сделала больше выбора на том, что вот Расстаться, лучше расстаться Мне просто тяжело стало Но я испугалась Куда мне в 23 года? А ему сколько было? А ему было тогда 33 Ну, да, небольшая разница в возрасте Мама, а вы же были не замужем за этим Да, да, это был гражданский брат А как вы дочку-то отпустили? 23-летнюю здоровую женщину молодую А что мама в 23-летнюю? Ну, я не знаю Я, например, считаю, что это абсолютная дурость Вот с моей стороны бы, допустим, диктовать моему 23-летнему ребенку Как ему жить и с кем ему жить Это неправильно вторгаться? Ну, если мальчик, живи, пожалуйста, тебя на здоровье С кем хочешь Не жениться же А девочка А если бы она... Она молодая женщина, 23 года Она уже как 5 лет Отдельная семья Я считаю дочь свою очень серьезной девушкой И если выбор... И выборы я обычно всегда поддерживаю Вы тоже не хотите детей? Вы знаете, я вот просто нахожусь... Как бы сейчас учусь У меня институт еще не закончен Почему бы и нет? Я думаю, что должно быть просто согласовываться все вместе Может быть, мы через полгода захотим Кто его знает? Нет, у человека другая совершенно позиция Твердая Он говорит, я не хочу Моя радость и мое счастье В другом Просто если будет подходящая женщина Что может быть через определенное время согласовываться? Вы в Т-39 не завели детей И не заведете уже Почему? Да нет, почему вы так думаете? Вот, я про что? Но тогда вы непоследовательны Все, что я могу сказать Да, он непоследовательный Потому что он живой Хорошо Марина, вы так безучастная в судьбе дочери сидите А вы что советуете? Нет, я наблюдаю, внимательно слушаю Скажите, а вы в браке... У вас есть муж? Да, у меня есть Вы счастливы в браке? Очень счастливы Игорь, скажите, пожалуйста А вы где хотите жить? Где вы работаете? В Чехии или в России? Ну, конечно, обязательно в Чехии У меня же там два дома Я занимаюсь 15 лет бизнесом Это же без разговора Ну, можно жить и там, и там Поедете? Угу, мрачно сказала Не Без мамы на Вене никуда Я всегда хотела, чтобы дети жили со мной И все, и зятья, и слухи А с вами это где? В вашем доме, что ли? Да Если она поедет туда, то она должна ехать с мамой Без мамы она не пахнет Ну да, раз мама не хочет отпускать от себя Значит, ведь она придется с мамой У вас осталось два бонуса Минуты наедине и семейная традиция Семейная традиция Есть такая? Да, у нас есть такая семейная традиция У нас в семье, когда кто-то получает зарплату Мы прячем денежку Ну, то есть, кто пришел в зарплату Он прячет денежку где-нибудь Всю? Нет Определенную часть прячет И оставшиеся члены семьи ее ищут Тот, кто находит, тратит ее обычно на Какие-то положительные подарки Или одежды Но чтобы только не на какие-то шалости И всегда давали отчет А бывали случаи, что не находили? Бывали А я всю жизнь зачем-то прячу Какую-то часть И не нахожу никогда Синдром белки Да, я просто не помню белый лист Я не помню, куда это я все тебя А ты в тот момент, когда прячешь Ты пытаешься запомнить? Нет, потому что я же до этого отмечаю зарплату с подружками Поэтому я уже немножко в таком состоянии А ты мне ее отдавай Можно? Я тебе прямо Это, кстати, хорошая идея А сюрприз приготовили? Да, мы приготовили Так как у нас все в семье поют И творческие люди Мы бы хотели показать сюрприз маме Супер А мы с удовольствием послушаем Спасибо Спасибо, забирайте цветы, подарки И ждите решения Игоря в комнате Спасибо большое Ну, хорошо, я как музыкант воспринимаю Это очень внимательно Но мне нравится, это мой экипаж Ну так что, тебе понравилось, Яна? Да мне, Яночка, хорошо Только какое-то странное влияние у мамы Выступили, молодцы Я не знаю Энергетика Да, прям, очень теплый такой Прям хочется с ним общаться Тебе понравилось, ты у вас в торге, да? Когда он взять и хочет припакать Зачем? Не хочет Пускай живут возле меня И квартиру расширяют Понимаешь? Что, звезды, расскажи Мужчина, который выберет Яну Должен понимать Что ее мнение Он не изменит никогда Она для виду может послушаться Но внутри себя Она останется при своих Ну, такая натура Стрелец и Скорпионья Луна Ничего с этим не поделаешь Но это прекрасная возможность Промолчать где нужно Я, знаете, не просто не люблю А я ненавижу компании взрослых людей С песнями По дону гуляет Черный ворон С водкой Братания Целование Я это просто ненавижу Я когда маленькая была в таких гостях Я пряталась под столом и плакала Для меня это просто чуждо моему организму Я понимаю Поэтому очень важно еще войти в семью Так я не поняла Ты ему понравилась или нет У вас есть еще одна невеста Проходите, знакомьтесь Привет, меня зовут Марина Это тебе, только для настоящих мужчин Спасибо, Маринка Очень приятно Это для тебя Спасибо Марина, 27 лет В прошлом мастер ногтевого сервиса Сейчас работает бухгалтером Гордится разрядом по художественной гимнастике И титулом мисс бикини Мечтает жить на море Возлюбленный Марины слишком буквально понял фразу Все включено Когда собрался с ней на отдых в Египет И решил не брать с собой кошелек Надеется, что Игорь щедрый мужчина Это вот такие маленькие подарочки для вас Это хлопушки? Спасибо Нет, это такие вкусные конфетки Спасибо большое Да А вы, в свою очередь, передайте через нас Давайте мы передадим вам конфетки Да Это из талантки Да Спасибо А я знаю, как фамилия моя по-чешски Гузеевова О, это некрасиво Да Можно нравится на русском Нет, но почему-то вот Ова У меня есть журнал Я на обложке чешской Какого-то года И написано Лариса Гузеевова Почему? Нет Так, так просто в чешской грамматике Дорогая моя Мы вам рады Вот перед вами сидит Прекрасный мужчина Да А у вас был, судя по всему, непрекрасный У меня был, судя по всему, прекрасный Человек И когда вы однажды поехали отдыхать в Египет То фразу «все включено» он понял буквально Может быть Ну, как бы, я ему сказала, возьми с собой деньги Потому что, как бы, тут есть другая страна Он говорит, зачем «все включено»? Да Зачем? Я говорю, как «зачем»? Ну, экскурсии там какие-то А вдруг что-то случится Я не знаю, как бы Мужчина вложит всегда, как бы, поддерживает девушку Что-то за ней А он сказал, я фаталист Если случится, с неба упадет все, да? Ну, не знаю, в общем, я взяла свои деньги И в итоге там мы потратили их на него, можно так сказать Очаровать нескупердяйство А вы пытались с ним заговорить? Или он нам говорил, что приедем в Россию, я тебе верну? Ну, он как бы такого ничего не говорил, да Просто, как бы, я ему там купила кроссовки, там духи ему купила Она не про моего рассказывает случайно? Не знаю, а может, правда? Ну, может, как-то да Может, они одинаковые? Да, Бог знает Скажите, а до поездки были когда-то приступы щедрости? Он мог на вас все потратить? Ну, даже такого не было Мы просто, он, как бы, работал в кинотеатре И мы ходили к нему просто в кинотеатр, как бы, в кино Бесплатно, у этого нет На меня он не тратился, как бы, и в рестораны какие-то А почему же у него денег не было? Он что, богаче, что ли? Ну, совсем не взять с собой в Египет ни одной копейки А я же никто не заставлял-то платить Ну, как? Кто воспитывал девочку? Девочек воспитывал я и моя бабушка Моя мама И вы, наверное, с рождения говорили Маринка, не в деньгах счастье, не это главное Да и вообще, как бы, не в этом главное Как бы, не в деньгах тоже главное Да, только у вас кровать, я гляжу У вас, в принципе, данный, кровать за 101 тысячу Да У меня даже такой нет А на что купили-то? На что? На свои деньги Мама говорила, надо брать Я говорю, ну, если надо брать, значит, надо брать Мариночка, ну, вы с ним расстались После чего? Ну, просто у меня была задержка И, как бы, тест показал две полоски Я ему, как бы, отослала по СМС Это, он сказал, что, ну, как бы, это к этому отношению не имеет никакого Хватит шутить тогда Да, он, наверное, так подумал Но потом оказалось, что, как бы, это было все ложно Вот И, ну, вот, на этом расстались Но испытания он не выдержал Да Мариночка, вы хотите детей? Да А как вам, вот, перспектива с Игорем пожить в Чехии? Ну, пожить в Чехии, почему, хороший Ну, если, как бы, мы понравимся друг другу, да, там, все будет хорошо Ну, это сразу понятно, если нравится друг другу Ну, очевидно Без этого никто вас никуда отсюда ни силком не подождет Не просто, как бы, как ты сказал, что, если я захочу, как бы, можно и детей, как бы, родить Да, но вы их сами будете воспитывать Перед нами тоже абсолютно мальчик, который еще ничего не понимает Нельзя хотеть то, чего ты никогда не пробовал, понимаете? Ты не знаешь, как... Ну, есть готовность, Ларис, быть мужчиной, быть отцом Очень редко, очень редко Если мужчина только хочет завоевать женщину, которая безумно хочет детей, он будет ей говорить, роди мне Потому что мы на это ведемся Мужчины не хотят, они не понимают, что с ними делать Пока они не станут разговаривать и не станут личностями Ларис, хорошо бы, если бы это было так, но мне в словах Игоря, я уже слышала и один, и второй, и третий раз сарказм относительно классической семьи и всего Поэтому я боюсь, что это уже убеждение сложившееся А моя интуиция подсказывает Совсем другое А ты бы свою дочку, ты мне любишь все время такие вопросы задавать? А ты бы вот при этой ситуации, если бы она влюбилась бы, что бы, согласилась бы отдать? Ты понимаешь, вот не поверишь мне, я же и старшему мальчику 23 года Я настолько своих детей люблю, что я вообще не вправе влезать Потому что что бы ни случилось, они обвинят и скажут, мама, это из-за тебя я несчастлив Пусть винят! Поэтому нет! На ту и мать, чтоб винили! А кого еще? Пусть! Пусть! С удовольствием! Я обеспечу только им! Постелю, чтобы не больно было падать! У вас остался один бонус! Свидание наедине! С удовольствием! С удовольствием! пройдите так что можете вернуться с тестом на беременность а не страшно вот значит биночку то нет сильная девочка есть не страшно мне кажется он хорошо выглядит мне кажется он здоровый он правильно рассуждать скажи а как нравится тебе отдыхать да я очень люблю море это значит можно плавать море да очень плавать да но море как бы это мне кажется моё все я готова все дальше поехать на море это понятно но ты знаешь что в шахе и море нет можно есть отдыхать сейчас ты уйдешь а мне просто нужно теперь одеться хорошо хорошо а как потому что дочек вам будут гости приезжать но почему не при этом а в чем проблема я не вижу ничего проблем у меня даже мой портрет меня . замуж портрет соляш не разрешили взять говорит нет не будет в комнате висеть я теперь вишу это портрет висит на прямо у тебя внуков никогда не будет особенно если в спальне молодой я теперь проверяю давайте посмотрим забирайте конфетки цветочки очень трогательный сюрприз с денег колготочки под шортики это так невинно это так по-детски и это так наивно и еще раз говорю трогательно невозможно то есть как бы она вам все и показала но в этом такое целомудрие да колготочки но девочки все красивые то для игора это будет больший проблем как вам марина марина повезла же супер вот и по характеру непонятно было достаточно возможности почувствовать но боюсь немножко это сырец это полуфабрикат понимаете она ничего не пережила в жизни она ничего не прочувствовал она живет с мамой она живет хорошо ее любят у нее нет да если что как бы я готова к отношению как бы все нормально готова к отношению рада если вы не увидели спасибо дорогая она просто еще молодая понимаете она москвичка если бы она приехала сюда и пришлось бы место под солнцем выбивать жить в плохих условиях зарабатывать себе деньги на квартиру она бы была другая она живет с мамой у нее все хорошо поэтому она как инфантильная розы как тебе марина и маринчик хорошая только брат вам вы как-то это дочка первом встрече не отдавайте а то на все согласно 27 лет каждому пора надо было больше пристраивать но не на чужбину хорошая девочка очень мне понравилась марина очень понравилась и это готовность ее к серьезным отношениям и тоже мне понравилось мне кажется вам нужно время попробовать хотя бы вот я вижу как-то марину рядом с вами ольге нужно немножко полечиться в душе чтобы кто-то был взрослый мудрый любящий и вылечил бы ее душу она слишком много страдала понимаете я она мне кажется не ваша женщина а марина прям для вас рождена я так думаю категорически не соглашусь редко но не соглашусь категорически марина не ваша женщина она такой маленький еще молоденький юный воспитатель подающий надежды в гороскопе оппозиции между сатурном и ураном в стрельце к венере в близнецах это женщина которая будет выбирать себе молодых достаточно партнеров всегда или мужчин легкомысленных которые как бы напоминают молодых и потом будет их воспитывать а вы не тот мужчина из которого можно лепить однозначно вам нужна женщина другого типа поэтому я не могу марину рекомендовать с денег кого вы советуете на третью же 4 марина марина что вы скажете как вам девушки я скажу честно другая это совсем не мой вариант впервые и впервые есть что-то в душе что мне как бы потрогала чуть-чуть как бы но если что-то мешает и марина это это молодая девушка с написом лукс опасная роза я считаю что мужчина уж если вы приехали за нашими женщинами то тогда помогайте хоть какая-то польза от вас будет я считаю что больше всех нуждается в помощи оля приотеньте ее повозить ее в диснелэнд покажите ей радость станете я не знаю ну как там вот ну прямо отогрейте ее вот вот ольгу я отпустила если обещать ольге в этом платьице в рваных челочках вы точно не поможете ольга может помочь себе только сама и помощь специалистов только так иначе упустит планета земля эту женщину я как бы души от себя говорю что как бы мне человек понравился это на самом деле яна не ваш человек вы сами об этом сказали а марина настолько здорово внутренне и она у нее здоровая психика что вы ей не не сможете навредить но не получится послушайте ей 27 лет но расстанетесь это шанс марины таких шансов это перестань не будет выйдет нет выйдет тихо не кричи мне понравились все три сегодняшние девушки я на действительно не ваш тип внешний но гороскопически именно она из трех девушек способна понять мужчину вашего типа глубокого загадочного расшифровывать вас прикладывать усилий молчать когда это необходимо пытаться заходить к вам стоя из этой стороны не ольга не марина делать этого не будут потому что у них другие цели в жизни я бы сказала так пока вы думаете к кому пойдете у тебя какой то есть я знаю прогноз да кто-то не хочет детей а кто-то специально смотрит нашу программу для того чтобы узнать когда же лучше когда больше возможно изначать детей могу сказать что декабрь о котором я сейчас буду говорить чтобы вы заранее подготовились месяц не самый хороший для любви не самые легкие не самые легкие для того чтобы заниматься косметологии но вот зачатим детей все слава богу в порядке поэтому если у вас есть такие планы пожалуйста дерзайте лучше всего использовать те дни когда луна будет находиться в водных знаках и хорошо расположена по отношению к венере это 7 декабря 17 21 22 и 26 декабря используйте эти дни пожалуйста а теперь проходите туда куда вы решили мы вас поддержим в любом случае я предлагаю всем выйти и поддержать игорь у нас есть пара и марина если вы одинокий или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы пишите на сайт первого канала а я лариса бузеева желаю чтобы любимый человек обязательно сказал вам давай поженимся удачи привет передача но я был чуть-чуть расстроен и перенем не выничал и зашел в статистику на ту на место первых который хотел заходить спасибо вам большое спасибо большое мы вас очень любим но участвуйте вас больше уже не будем а